У Неницкого округа сегодня тоже появился бюджет на 2016 год. Депутаты окружного парламента приняли главный финансовый документ сразу во втором и третьем окончательном чтении. Бюджет Неницкого округа по аналогии с федеральным бюджетом стал однолетним, поэтому и нацелен только на решение приоритетных задач развития региона в 2016 году. Основные параметры бюджета Неницкого округа в следующем году таковы. Доходы казны составят более 15,5 миллиардов рублей. По большей части доходы бюджета формируются за счет налоговых и неналоговых поступлений. В 2016 году их доля по прогнозу составит 98,6% от общих доходов окружного бюджета – почти 15 миллиардов 360 миллионов рублей. Более 10 миллиардов из них – налоговые поступления. Самое крупное – это налог на имущество организации – 5 миллиардов 300 миллионов рублей. Налог на прибыль организации – более 2 миллиардов 522 миллионов рублей. Налог на доходы физических лиц – 1 миллиард 330 миллионов рублей. Налог на прибыль организации при выполнении соглашения о разделе продукции – чуть больше 623 миллионов рублей. Объем неналоговых поступлений составляет более 5 миллиардов 200 миллионов. Здесь учтены платежи на социально-экономическое развитие – это 372 миллиона рублей. И доходы в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту «Харягинское месторождение» – это 4,818,5 млн. рублей, также прочие неналоговые поступления. Также в доходах учтены безвозмездные поступления за счет средств федерального бюджета – 214,5 млн. Расходы запланированы на уровне 18,644 млн. Начиная с 2016 года окружной бюджет формируется в программном формате. Доля расходов окружного бюджета в рамках государственных программ составит 97,7%. В проекте бюджета на следующий год учтены ассигнования на реализацию 25 госпрограмм. По словам главного финансиста региона Татьяны Лагвиненко, в следующем году по сравнению с годом текущим распределение ассигнований по разделам в процентном отношении к общим расходам не изменилось. Наибольший удельный вес составляют расходы по образованию – почти 5 млрд. рублей, или 26% от общих расходов бюджета. Экономики составят более 3,8 млрд. рублей, или 20,5% от всех расходов казны. На социальную политику направят более 2,5 млрд. рублей, более 13% бюджета. По словам Татьяны Лагвиненко, в 2016 году перечень мер социальной поддержки не уменьшен. Учтена и обязательная индексация выплат отдельным категориям граждан на 4% с 1 сентября следующего года. Более 2 млрд. составит бюджет сферы жилищно-коммунального хозяйства. Более 1,9 млрд. направят на здравоохранение. Несмотря на непростые экономические времена, в следующем году округ выполнит все взятые на себя обязательства, отметил председатель собрания депутатов Неницкого округа Анатолий Мяндин. В бюджете следующего года запланированы средства на строительство жилья, дорог, объектов инфраструктуры и социальной сферы, в том числе фапов на селе, нового здания взрослой поликлиники и пристройки окружной больницы. В бюджете будет продолжено строительство детских садов и школ, как на селе, так и в городе. В частности, в городе запланировано проектирование и начало строительства двух детских садов, каждый по 220 мест, на улице Авиаторов и по улице Ленина. И строительство нового здания школы номер 3 на 700 мест, это по улице Авиаторов. В поселке Искателей также предусмотрены средства на проектирование и начало строительства детского садика на 220 мест и новое здание школы на 800 мест. В 2016 году будет продолжена бюджетная поддержка предприятий, производителей товаров и услуг. В разрезе расходов на национальную экономику более 2 миллиардов направят на предоставление субсидий на возмещение части затрат при производстве и реализации товаров, работы и услуг. Ассигнования на поддержку некоммерческих организаций по сравнению с текущим годом учтены в размере 98 миллионов рублей, что на 22 миллиона больше. 1 миллиард 269 миллионов рублей предусмотрены на содержание органов власти, это на 37 миллионов меньше, чем в текущем году. С 1 января 2016 года учтено сокращение оплаты труда государственных гражданских служащих, среднее снижение фонда на 6,3-6,6% и вес не относящихся к государственной гражданской службе на 7%. Кроме того, в расходах предусмотрено бюджетное ассигнование на достижение целевых показателей по уровню заработной платы отдельных категорий работников госучреждений Неницкого округа в целях реализации майских указов президента в общей сумме 145 миллионов рублей. При исполнении всех взятых на себя обязательств в бюджет Неницкого округа ждет дефицит. Он составит 3 миллиарда 71 миллион рублей или 20% от общего годового объема бюджета, без учета безвозмездных поступлений. Доходы окружного бюджета в следующем году по сравнению с текущим годом снизились более чем на 400 миллионов рублей. Расходы уменьшились на 1 миллиард 30 миллионов и определены, исходя из прогнозируемых доходов и предельного размера дефицита. Источниками финансирования дефицита окружного бюджета на 2016 год определены кредиты кредитных организаций в сумме 2 миллиарда 300 рублей или привлечение 4 миллиарда 300 миллионов рублей, гашение 2 миллиарда рублей. Изменение остатков на счетах окружного бюджета в сумме 767,3 миллиона рублей. Возврат бюджетных кредитов юридическими лицами в сумме 3,8 миллиона рублей. Объем государственного долга на 1 января 2017 года прогнозируется в размере 4 миллиардов 300 миллионов рублей, что составляет 28% от предельно допустимого размера. На обслуживание госдолга в следующем году при условии выборки кредитов в полном объеме в начале года потребуется более 620 миллионов рублей. Кроме кредитов в источниках также учтена предельная сумма бюджетных кредитов, которые предоставляются федеральным казначейством из федерального бюджета на выполнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов России. Им в размере 1 миллиард 281 миллион с условием погашения в том же финансовом году. Законопроект о главном финансовом документе региона приняли во втором и третьем окончательном чтениях. В завершении заключительной в этом году сессии глава региона охарактеризовал экономическую ситуацию в округе и в стране в целом как очень сложную. Это и меняющийся курс доллара, и цены на нефть, и структурная перестройка экономики. Главное, я считаю, это сохранение стабильности в нашем округе, сохранение социальных гарантий и экономического роста. И поверьте мне, ситуация у нас в округе одна из самых благоприятных в стране, в других регионах сегодня посложнее. Но чтобы это сохранить, нам всем необходимо приложить конкретные усилия. Подчеркиваю, сегодняшняя стоимость барреля больше не обеспечивает нашу стабильность. Наша стабильность – это реализация конкретных предложений, наш общий эффективный труд. Глава региона призвал коллег оставить личные политические амбиции в угоду абстрактным лозунгом и объединиться вокруг главного.